денис приветствую тебя привет всем традиционный эфир обсуждаем рынке технически фундаментально смотрим на самые интересные возможности которые есть и конечно же друзья наши подписчики те кто следит за нашим совместным контентом все это мы делаем для вас садьбы и абсолютно бесплатно поэтому если есть вопросы какой-то фидбэк мы всегда к предложениям решите пользуйтесь возможности вот этой коммуникации если чуть отмадать назад и вниз на недельку мы с тобой прошлый раз обещали нашим подписчикам что вернемся к фунту потому что будет такой день располагающий тому чтобы это сделать потому что на повестке заседания банка англии сегодня этот день еще раз поймался на мысли как все-таки быстро летит время так быстро пролетела неделя ну вот сегодня на повестке заседания банка англии решение поставки протоколы прогнозы по инфляции по экономическому росту и так далее в общем как говорят сами британские статистики супер четверг для англии полетает все планет британского фондового рынка ну и фунт безусловно он тоже не будет числе отстающих я предлагаю сегодня он затронуть также если ты не против можем смотреть золото можем посмотреть европейскую валюту еще давай тогда с меня начнем демонстрация пошла уже да 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 все видно так ну что начнем золото 2023 доллара за тройскую унцию сейчас локально видим это часовой таймфрейм снижается я советую особо не переживать потому что целом на тот фундаментальный фонд который ранее я рассматривал как источника роста золота он не изменится вчера ушли данные по инфляции в сша которые подтвердили что индекс потребительских цен снизился базовая инфляция снизилась снижение инфляции это еще один аргумент для федрезерва все же завершить политику высоких процентных ставок и выкатить это решение сказать скорее всего придет ждать уже июньское заседание потому что раньше времени точно не будет разбрасываться такими судьбоносными фразами ну дождемся я думаю что снижение инфляции которая кстати говоря это статистика прошлого месяца то есть инфляция снизилась даже при ставке в 5 процентов текущая ставка 525 будет еще более эффективно в теории ну и соответственно федрезерву нет смысла дальше тащить эту ставку вверх тем более что сейчас и вот эта тема с угрозой дефолта американской экономики из из-за потолка государственного долга и банковский кризис поскольку очень сильно пострадало доверие к банковской системе сша инвестиционный климат подпорился и отток капитала продолжается а потолок государственного долга это тема которую сейчас или даже риск который действительно не нужно недооценивать потому что все может быть очень много сейчас таких острых заявлений от минфина от джанна филина о том что она по сути бьет тревогу панику поскольку конгресс никак не может найти общий язык договориться потому чтобы повысить уровень этого потолка в июне уже все дедлайны должны истечь должно закончиться финансирование на обслуживание расходов по государственному долгу посмотрим как она будет на самом деле я считаю что при таком фоне сейчас нужно с особым интересом работать защитными инструментами потому что любой сценарий возможен сожалению пока что большинство этих сценариев с таким с негативным подтекстом и для меня золото это инструмент который точно будет расти и пользоваться поддержкой со стороны инвесторского спроса и интерес со стороны институциональных трейдеров тоже поэтому как быть по золоту я честно говоря по этому инструменту вообще риск рекомендую рисковать ну брать там с любых уровней с текущих если вам все-таки нужны какие-то технические интересные значения то может быть если последует коллекция в район двух тысяч а тут снова можно будет подбирать уже с меньшим риском потому что я думаю что ниже двух тысяч мы вряд ли въем при том новостном фоне который есть я в длинных позициях жду 2 50 вчера буквально совсем доллар с небольшим не хватило до этой цели новому сделку не закрывал думаю что будет еще один заход вверх так европейская валюта 109 29 какого-то интересного новостного фона за последнюю неделю вот не было все тянется прошлой неделе когда заседание европейского центрального банка было ставку повысили из на что на что можно сейчас обратить внимание это на отдельные заявления представителей цены которые мы прямо убеждают нас том что ставка будет расти в июне в июле в сентябре и если проводить параллели с действиями других регуляторов а в данном случае в паре евро доллар нужно проводить параллели с действиями перед резервы то конечно же евро будет в этом плане интереснее чем доллар потому что у меня нет сомнений в том что фрс все уже достиг пика поставки а вот европейский центральный банк может поднять ее еще на вот этих трех заседаниях которые нас ждут еще на 75 байсных пунктов поэтому я рекомендую где-то в районе ну так же как и в отношении золота рисковать уже сейчас для меня касс отметка 110 идеально для того чтобы залазить длинные позиции ценными 12 и выше но вот рынок сейчас прямо на стороне а тех кто раньше промешков и не открывал длинные позиции считайте что коррекция до уровня 109 30 прямо подарок чтобы зайти в эти среднесрочные длинные позиции ну и фунт конечно же сегодня мы 1 25 90 текущей котировки ждем заседание банк англии ставку повысит вопрос только насколько я думаю что на 50 байсных пунктов потому что ну надо ее повышать агрессивнее учитывая что инфляция банк 10 и 1 процент это какой-то беспрецедентный уровень и по прогнозам блумберг инфляция может достичь 13 процентов уже сентябре если банк англии ничего не сделает ему нужно это сделать тем более что вспомнить рисши сумок обещал в начале этого года что обеспечит и добьется снижение инфляции вдвое тогда инфляция была 11 процентов то есть фактически он хотел сбить ее до 5 5 но вот уже май инфляция выше 10 процентов я думаю что ему нужно дополнительно повар на поднажимать на бейли главу банка англии чтобы тот предпринял какие-то дополнительные меры чтобы исправить ситуацию я жду от этого радикального шага и жду что сегодня британская валюта на этом фоне сможет восстановить позиции поэтому как бы как заходить в эту сделку можно через отложки там 125 50 либо 125 для тех кто рассчитывать что будет сначала импульса вниз но сделать только лишь лонг и цель 128 потенциально даже выше так день и слова тебе так хорошо экранчик и виден уже значит есть у меня здесь некоторые свои корректировки касательно анализа дело в том что это пожалуй тот редкий случай когда с точки зрения техники я не совсем соглашусь с фундаментом почему дело в том что по евро у нас ну во первых верху сделан достаточно мощное накопительное движение причем она сделана в области предыдущего стратегического максима то есть но это уровень который в любом случае игнорировать нельзя естественно но никто не призывает там сразу же от него там продавать или еще что делать но дело в том что во первых его пытались вот раз два три трижды комплексно пытались его пробить это раз цели верху да в принципе они то есть но дело в том что здесь по опционам достаточно мощные сделали заливки особенно вот появилась недавно вот такая любопытная конструкция у которой цели по снижению находится в районе 107 в 107 50 107 70 вот в этом диапазоне и это достаточно существенный момент особенно учитывая то что у нас если с учетом изменения угла наклона построить вот такую трендовую поддержки она уже была пробита я изначально тоже становился вариант что сделают перехай а потом после этого уже только пойдут вниз у меня тоже были покупки вот еще со вчерашнего дня вот на 109 75 но сегодня как раз вот буквально минут за 10 максимум 15 до нашего брифинга как раз закрыл 20 пунктов просто не стал дожидаться стопа у меня он чуть пониже был поэтому 20 пунктов вместо 40 тоже как бы нормально но если если здесь не появится у нас откупных каких-то объемов а у меня что-то складывается впечатление что они не появятся то может произойти следующая картина а точнее это углубление движения если брать стратегически до стратегически я согласен с тем что у нас восходящее движение приоритетно то есть если мы смотрим конечно в рамках вот нескольких месяцев туда есть у нас приоритет на рост но это абсолютно не отменяет того что вот именно локально цена запросто может прогуляться ниже точнее сделать примерно вот такую конструкцию и уйти вниз самая ближайшая цель у нее это 108 70 но это если чисто по маржиналкам смотреть а более глубокая более значимая по именно стратегическим уровням и также опционным зонам и кстати еще и ниже даже заливку вот сделали вчера причем я очень четко видно это сильнейшие но сильнейший объем который можно было по евро залить находится в районе 1 106 90 в общем если округлить 107 так что вниз есть куда падать поэтому я бы посоветовал пока не спешить с покупками их можно делать только исключительно в том случае если у нас появится действительно какой-то мощный откупной объем без этого просто здесь делать нечего прошлый раз это получается позавчера вот 9 мая здесь появился очень серьезный объеме даже реакцию на него дали вчера вверх но с учетом перекрытия вниз это все теперь уже оцениваться не более чем фиксации есть такое происходит чаще всего цена дальше просто спокойно падает вниз поэтому а что локальная все-таки по евро буду за продажи по фунту кстати у меня точно такая же идея в том что сейчас она находится в области уровня вращения то есть это тот диапазон который цена видела с обеих сторон вот его специально отметил цена к нему подходила отскок вер сделали здесь просто я не знаю даже как так получилось но идеально получилось закрыть на 1 2 6 70 остаток покупок которые были мне еще с предыдущего предыдущей недели и дело в том что здесь была просто офигенная ситуация по 10 по опционам и по профилю накопления когда цена по фунту ударилась в контрактный депок и даже с учетом даже с учетом того что у нас сейчас достаточно агрессивная кумулятивная дельта падающая но у нас есть вероятность делать кумулятивные разворотные свинки если это произойдет что должно здесь быть сама должна пройти ниже то есть закрепиться четко под этим уровнем и тогда уже примерно я сейчас условно показу мы не знаем именно закрепиться если конечно будет закрепление то тогда уже примерно вот такая просто более глубокая коррекция здесь запросто возможно а вот потом уже только после того как цена сделать более-менее значим отката да уже можно будет смотреть действительно на переход потому что если вот по более объективным данным оценивать то ну выше чем 1 27 1 27 50 абсолютно никакого интереса не было у крупняка на рост ну просто его нет это четко видно по опционам то есть выше это только остаток конструкции и дальше абсолютная пустота ничего нет то же самое время вот для коррекции мы четко видим то есть где у нас находится сейчас контрактный депо где у нас основные ключевые профиль накопления вот я сейчас начертил то есть четко вот в этой части цена может еще раз протестировать и потом пойти уже в продолжение роста тем более учитывая общую концепцию движения то я не вижу ни единой причины по которой она бы этого не сделала вот так что то же самое как и по евро и я бы рекомендовал не спеши с покупками потому что можно рваться на более глубокую коррекцию а потом же только после этого когда коррекция закончится там где-то 124 можно 24 с половиной где-то в этом диапазоне уже после этого смотреть действительно на хорошие откупы но учетом вот этой всей ситуации вниз и так же с учетом того что у нас есть очень хорошая конструкция на падение то не я все-таки буду пока что локально зашет касательно золото по золоту у меня здесь продажа со вчерашнего дня и как раз полностью объяснял детально на вебинаре в понедельник основные они чем основная идея в том что на прошлой неделе у нас была сделана достаточно мощная кульминация в том что уровне 2070 2075 это исторические максимумы то есть которые были сформированы вот в марте 22 года и предыдущий был сформирован нас в двадцатом году в августе то есть это исторический максимум 2075 которые если смотреть вот на историю как она как вообще золото как цена их отрабатывала то был подход в двадцать втором году подошли чуть-чуть буквально не дошли до уровня двухлетней давности с августа двадцатого года и мощный оскок сделали вниз что у нас произошло в этом году и в чем отличие цена подошла сделал ложный пробой вверх вот дошла до уровня примерно 2078 2078 дошла вверх сделал ложный пробой и закрытие тел маленькая такая свечка с маленьким тельцем и большой тенью после этого что очень важно импульсную реакцию вниз дали сформировали зону продавцов одну вторую маржиналку на откате дали и сейчас вот при откате вверх ударились об этот же уровень там на часовом графике сделал уточнение там как раз четкая звонка 2045 получается и отсюда сейчас продолжает двигать вниз поэтому я здесь склоняюсь к вариант что движение вниз продолжится хотя бы как минимум вот 1975 там плюс минус это у нас локальные уровни поддержки плюс есть еще потенциал сходить и ниже можем также вот такие вот маржиналки накинуть и четко видим где у нас будет дальнейшая приблизительная реакция так что я пока продажи буду держать причем я переведу уже очень скоро в без убыток чтобы скинуть себя все риски и дальше буду смотреть потому что туда есть позиции опционов потенциал пойти выше но это контракты с экспирациями все в конце июня в конце июля то есть время есть время здесь есть и пока что локальная я буду за шорт особенно если вот сработают такие вот идеи по евро по фунту на продолжение снижения то собственно золото вряд ли останется в стороне и точно также пытается немного снизить особенно вот эта ситуация с гос долгом то есть если его не просто выбора считаю нету просто тянут резину до последнего сохраняя эффект драмы но в конце концов если его все же повышают то естественно это ну как я лично считаю повлияет на индекс доллара то есть в плане роста то есть индекс доллара немного хотя бы локально укрепиться что даст нам коррекцию по всем остальным инструментам ну и следовательно мы увидим и по евро и по фунту и по золоту коррекционное движение вниз а там дальше снова начнут со всех щелей говорить о том что проблема не решена нужно там дальше что-то предпринимать и бла-бла-бла ну в общем как обычно это их работа поэтому они и будут отрабатывать следовательно мы потом увидим продолжение движения но после коррекции так это или нет через неделю узнаем спасибо тебе за анализ да действительно согласен скоро уже узнаем потому что времени до июня не так уж и много и уже сделали акцент на то что это время так быстро летит вперед и поэтому за технику за твои идеи соответственно остается дело за малым это просто наблюдать за тем как все поведет рынок мы с тобой разумеется следующую неделю не пропустим соберемся обсудим и если будет необходимость с учетом в том числе новостного фона внесем корректировки в наши прогнозы ожидания по движению финансовых активов по сети дни что нашел время подключился тебе тоже хорошего закрытия недели если будешь сегодня трейдить по факту заседания банк англии только удачного трейда конечно же и хороших выходных спасибо да тебе тоже спасибо за мнение ну и конечно нашим подписчикам отличного закрытия завтра торговой недели присоединяемся пока спасибо пока пока